Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Постоянные зрители канала помнят, что я некоторое время назад приобретал дымогенератор. Кто не видел, смотрите распаковку этого устройства вот в этом ролике. Сегодня я хочу вам показать, как я засаливаю мокрым способом. Это для меня первый мой опыт. Я для этого купил шейку и бекон. Здесь всего 4 килограмма 300 граммов общий вес продукта. Для чего нужен вообще мокрый способ, а не сухой? Дело в том, что при сухом способе соль неравномерно проникает в ткани продукта. При мокром способе можно значительно более длительное время его просаливать, и он будет более равномерно просолен. Это один момент. И второй момент. Дело в том, что при копчении, нужно там вялить, коптить, мясо подсыхает и теряет процентов в 10 где-то влаги. Если мы мокрым способом засаливаем заболиновое мясо, то эта влага проходит вовнутрь продукта, потом она уходит, и конечный вес продукта остается неизменным. Либо меняется, но незначительно. То есть на лицо у нас больше выход готового продукта, он получается более сочный. Что касается засолки. Я буду солить мокрым способом. Вот здесь в кастрюльке я приготовил рассол. Это 10% раствор солей. Здесь 1350 мл воды, 70 г нитритной соли и 80 г поваренной соли. Этой солью я при помощи вот такого вот здоровенного шприца буду обкалывать мясо для того, чтобы весь продукт пропитался изнутри этой солью, этим маринадом. Шейка весит 2 кг. В нее надо закачать 25 таких шприцов. По 20 кубиков рассола каждый. Бекон. Тут 2 кг 300 г. Я разрежу на 4 части и в каждую закачаю по 7 таких шприцов. Ну что, начнем. Значит, сначала хочу вам показать... Вот видно, наверное, в эту камеру. Видите? Мусор, грязь какая-то на кусочке есть. Несмотря на все заверения всяких СЭСов и прочих, мясо, которое попадает к нам на стол, далеко не всегда чисто. На нем есть какой-то мусор. Это мусор я хочу смыть. Итак, поехали. Если бы речь шла о сухой засолке, то сейчас это мясо нужно было бы подвесить, просушиваться. Для того, чтобы лишняя влага не попадала к этому мясу, оно там не нужно. Но так как я солил мокрым способом, то лишняя влага не помешает абсолютно. Остается разрезать. На этом кусочке у меня есть несколько маленьких, коротеньких кусочков ребер. Они здесь так и останутся. А остальное – это только вот шкурка и мясо. В Испании эта часть отрубы называется панчетто. А в России корейка, есть вот эта вот часть. А эта часть – это пашина. Это брюшная часть у свиньи. Так, вот отличный кусочек. Это один, это второй. Ну, а это вот так вот разделим. Замечательные кусочки. Вообще, хочу сказать, за тот месяц, когда я занимаюсь копчением, самый классный продукт, который получался – это бекон вареный копченый. Видимо, из-за того, что он жирноват немножечко, он получается наиболее сочным. Так, ну, теперь шейку надо помыть. Так, ну чего, начнем обкалывать шейку. Дело скучное, я, наверное, включу ускорение в ролике. Считаем 25 уколов. Для вообще обкалывания продукта применяют специальные шприцы для обкалывания. У них толстенная, очень острая, здоровая игла. И у этой иглы есть не только одно отверстие для носика, но и боковые тоже. Поэтому все получается гораздо быстрее. И я так подозреваю, что в случае с обкалыванием таким шприцом можно не высчитывать что-то, а просто положить их на весы и вколоть сразу количество, ориентируясь только на вес. Мне нужно сюда вколоть столько этого самого рассола, чтобы его вес составил 20% в общем весе продукта. Тогда соль у меня, этот рассол, как вы уже успели посчитать, я надеюсь, 10%. Тогда в готовом продукте, когда я закончу уже все эти процессы копчения, общее содержание соли будет около 2%. А это как раз-таки для меня, по крайней мере для моего семейства, самое оптимальное количество соли. Чтобы вам не сильно скучно было смотреть, я сейчас выключу камеры, ну а включу, когда закончу уже обкалывание. Достал побольше посудину. Ну все, наигрался я в доктора. Теперь все это нужно сложить в холодильник и оставить в покое на 36-48 часов, чтобы все это дело хорошенько просолилось. А на производстве, когда таким образом обкалывают мясо, потом его загружают в специальные машины с этим же рассолом, такие барабаны мощные, похожие на стиральные. Все это делается для того, чтобы более равномерно все это мясо внутри просолилось, чтобы равномерно разошелся весь рассол. У меня таких машин нет, для меня не производство. Вот я оставшийся рассол сюда же вливаю. И я в течение этого времени периодически буду мясо доставать, массировать, вот так вот, и убирать. Продолжаем процесс. Итак, на сегодняшний день все мясо просаливалось 48 часов. В принципе, оно могло бы лежать здесь в этом рассоле и дольше, и неделю, и даже 10 дней, наверное. Но 36 часов более чем достаточно для просолки. За то время, которое оно лежало в рассоле, оно просолилось. И сейчас, согласно технологическим картам, которые утверждают, что в поверхностном слое мяса соли уже в 2-3 раза больше, чем внутри, потому что рассолом оно и сверху завито, нам нужно это мясо вымочить. Время вымачивания зависит от того, какое мясо мы вымачиваем. Значит, вот это у меня грудинка с кусочком пашины. Для этой части свинины время вымачивания, она видите небольшая, составляет полчаса-час. Для шейки, она большего размера, согласно тем же технологическим картам, время вымачивания составляет час-полтора. Вымачивать нужно в воде при температуре не выше 20 градусов. За это время лишняя соль снаружи уйдет, вода будет выщелачивать этот раствор, а соль, которая внутри продукта, распределится более-менее равномерно. Этот рассол сливаю. Все это дело сейчас о полосной воде. В этой кастрюле у меня обычная вода, сюда я положу грудинку, а так как кастрюля очень большая, то вот в эту кастрюлю помещу шейку, залив ее тоже водой. Как она выглядит? Видите, все мясо набухло, напиталось этим рассолом, хорошенько просолилось, немного изменилась геометрия, и все идет по плану. Перекладываем это дело в воду и оставляем это дело в покое. Наверное, на 45 минут я оставлю. И на час 15, даже, наверное, все-таки на полтора часа, я оставлю шейку сюда и сливаю водой. Прошло 50 минут с тех пор, как я поставил отмачиваться мясо, и грудинку уже можно доставать. Я ее отложу из воды пока сюда. Сейчас ее нужно обвязать поплотнее. Это для того, чтобы она при последующей обработке не разваливалась на части. И подвесить, просушиваться. Метод обвязки я показывал уже не раз и не два. Он достаточно прост. Вот так. То же самое проделаю с остальными. И подвешиваю лицо. А где я ее буду вялить, я вам покажу отдельно. Полтора часа прошло. Время обвязывать шейку. Обвязка закончена. Теоретический момент. И покажу вам, как я собираюсь все это дело вялить. Нормальный гривят. На странице ВКонтакте я публиковал фотографии о изготовлении этого чуда. Это ящик, который я купил в магазине для хранения всякого барахла. В нем я прорезал отверстие. Врезал сюда вентилятор для вытягивания воздуха из ванных комнат. Сюда шпильки установил, прикрутив их гаечками. И вот и получился такой замечательный агрегат. Можно, конечно, вялить мясо, подвешивая его просто на ветерочке, на сквозняке. Но, как вы все знаете, мухи очень любят сырое мясо. И они очень быстро обсиживают его. Поэтому нужно его обязательно оборачивать в марлю, еще как-то закрывать от мух. У меня просто нет такого количества этой самой марли. Поэтому я использую вот такую конструкцию. Из практики использования этого агрегата могу сказать, что приблизительно 3 часа и весь продукт внутри будет уже хорошо подсушен. Вот так. Итак, друзья, прошло 3 часа с тех пор, как я убрал вялиться свинину. Она уже подсохла, подвялилась. Согласно технологической карте этот процесс называется стекание. Сейчас мне нужно, согласно опять же в той же самой тех карте, это мясо подсушить в духовке при температуре от 90 до 110 градусов в течение 10-15 минут. 10, соответственно, для маленьких кусочков, 15 для более здоровых. Вот у нас замечательная свинятина. Начну, я думаю, как раз перекладывать с бекона. А здесь у меня еще висят два кусочка. Я повесил в вялиться совершенно замечательную вырезку свиную. Отлично. И осталось, после того, как она у нас там просушится, также отправить туда свиную шею. Я ее тоже просушу. И после этого будет следующий этап обработки. Это варка. Причем варить я буду ее запечатав в пленку. Продукты, как выяснилось, для меня неожиданно, бывают варенокопченые и копченовареные. В первом случае мы их сначала отвариваем, а потом коптим. Во втором сначала коптим, потом варим. Я сейчас решил сделать по техкарте. Сначала отварю, а потом закопчу. Прошло 11 минут. Достаю бекон. Пока еще не бекон. А теперь туда же у нас уходит шейка. А шейка у нас тут отправляется на 15 минут. После чего я ее достану, запакую все в пакеты и отправлю вариться до достижения внутренней температуры в 69-70 градусов. Прошло еще 15 минут, шейка тоже просушилась, достаю ее. Тщательно, очень плотно запаковываю встреч пленку. Вообще, по-хорошему, нужно, конечно, это утягивать в какой-нибудь вакуум-пакет, но я пока таким не обзавелся. Поэтому просто перетяну вот так ее. Можно еще использовать сетку, которая плотно утягивает все это дело. Но тоже неизвестно ее найти купить. Варить, естественно, я буду не сразу все вместе, потому что просто поместится в кастрюлю, а по очереди. Все, как видите, плотно запечатал все, запаковал. Вот такой хорошенький кусочек вкусный, наверное, получится. Теперь отвариваю. Отваривать нужно, я, по-моему, уже говорил, до внутренней температуры в 70 градусов, в 69-70 градусов. По технологической карте допускается помещать в воду температурой 85-90 градусов. Это начало варки, так как сам продукт, естественно, холодный сейчас. Температура после этого понизится в кастрюле и нужно будет варить при температуре 75-85 градусов. Это по технологической карте. У меня есть градусник, я вам показывал, я буду мерить температуру на триболи шоу куска. Из предыдущего опыта я знаю, что для вот такого размера кусочков достаточно 35 минут выдержит мне при температуре воды 75-80 градусов до достижения правильной температуры. Поэтому эти я прокалывать не буду. А вот с вот этим здоровым куском вычислим. Надеюсь, что часа хватит. Итак, вчера я вечером отварил и шейку, и бекон, и вырезку. Хочу сказать, что со временем я вам немного наврал. Дело в том, что раньше я варил значительно меньше объема мяса единовременно в одной кастрюле. А в этот раз упихивал по полной программе. Поэтому вода нагревалась медленнее и процесс растянулся. Бекон я варил в результате не 40 минут, не полчаса, а у меня до внутренней температуры 69 градусов дело растянулось на час 20 минут. А шейка, она вообще здоровая такая была во внутре, она у меня варилась почти 2 часа. В любом случае я вам настоятельно советую пользоваться термометром на кухне. Очень полезная удобная штука. Ночью я, естественно, коптить не стал. Все это дело достал и опустил вот в эту коробку. В этой коробке я в течение, наверное, получаса мясо просушил, оно остыло, и я убрал ее опять в полиэтиленовый пакет и оставил на ночь в холодильнике. Сейчас убираю в коптильню. Я позрел в размышлении, решил, не гоже весь бекон отправлять в холодное копчение. Нужно нам будет сравнить потом, что получается, после горячего копчения при температуре дыма 50 градусов в начале, 40, во второй половине копчения, и что получается с приховодом копчения. Поэтому сейчас я в эту духовку, которая у меня стала агрегатом для горячего копчения, убираю шейку и один кусок бекона. Духовка эта у меня провалялась в подвале полтора года, наверное, после ремонта. Я все никак не выброшу ее и вспомнил, что есть и она, кстати, работает. Здесь есть регулятор температуры, который позволяет выставлять то, что мне нужно. Ну, собственно, и все. Так что убираем. Так, остается раскочегарить дымогенератор, который я вам показывал. Вот он. И можно запускать весь процесс. Закрываю, ставлю верхний и нижний нагрев и температуру 50 градусов. Общее время копчения у меня составит два с половиной часа. Ну, а потом, когда здесь все завершится, я достану продукты остывать, а дымогенератор переставлю в свою систему для холодного копчения, который вы уже видели. Время прошло, я думаю, все уже закоптилось. Пора доставать. О, сколько здесь дыма. Смотрите, какая красота. Шейка пусть пока полежит. Отлично. Он, конечно, отличается по вкусу от того бекона, который я делал в холодном дыму. Его мы тоже попробуем, но это тоже очень хорошо. А теперь время шейки. Но шейку буду разрезать только после остывания. Ну что, друзья, у нас практически завершающий момент. Повесил я сюда бекон и две вырезки. Будет коптиться. Вот уже заполнил опилками дымогенератор. Осталось только закрыть все и зажечь. Поворачиваем и раскочегариваем дымогенератор. Новые зрители могут посмотреть устройство всей этой системы вот в этом ролике. Вообще, раскочегариваем дымогенератор вот этой газовой горелкой. Но на самом деле это можно сделать легко свечкой икеевской. Вот она здесь снизу ставится. Пять минут затеплятся опилки и все готово. Так, видите, дым пошел. Все прекрасно работает. Остается убрать ее. Даже не пользуюсь дверкой. Да, друзья мои, несмотря на кажущуюся несерьезность этой конструкции, она отлично работает и результат просто великолепен. Мне более чем достаточно. Вот мы добрались до самого интересного момента. Посмотрим, что у нас получилось. Это у нас шейка. Ну, по-моему, просто великолепно. На вид очень даже аромат. Прекраснейший аромат. Органолептические испытания. Ммм, отлично. Я буду это готовить. Следующий испытуемый бекон. Это бекон холодного копчения. Он в коптилке с холодным дымом провел всю ночь. В общей сложности это получилось, наверное, чуть-чуть больше 12 часов. Мало чем отличается от бекона горячего копчения по срезу. Здесь он, конечно, значительно более бледный, чем горячего копчения. Так, что я могу сказать? Структура практически такая же. Сочность тоже самое все. Отлично не вижу. что у нас со вкусом. Знаете, мне, наверное, больше нравится именно копчение холодным дымом. У него, у этого кусочка нет такого сильного дымного запаха предыдущего. В беконе горячего копчения поверхность была чуть более соленая. Ну, там, правда, и времени прошло, после того, как я его готовил, всего ничего. А этот бекон, после того, как я его проверил, он у меня отвиселся, ночью сел в коптилке, сейчас еще полдня, наверное, провел, отдыхая после коптилки, и соль, видимо, немного выровнялась по глубине куска. И этот получше. Итак, подводя итог. Как вы убедились из этого видео, готовить копчение несложно, это долго, правда. Не требуется в течение нескольких дней, утром и вечером проводить некоторые операции. Но, в принципе, процесс очень прост. Настоятельно рекомендую, спасибо за компанию, понравились лайки, не понравились дизлайки, подписывайтесь, всем спасибо, пока. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»